Вы знаете, в Израиле были города-убежища, вы это знаете, их было шесть. И расположение этих городов было очень интересным. В какой бы части государства Израиля ни жил человек, если он совершил преступление, ему требовалось убежать в город-убежище, было очень удобно добежать до города быстро. Создается впечатление, что эти города не выдавали преступников. И туда мог убежать любой человек. Но удивляет, что это было повеление от Господа. Это Бог повелел Иисусу Навину построить такие города. Зачем? Прятать преступников? Нет. Тогда зачем? Если внимательно исследовать этот вопрос, это несложно. Если внимательно читать Ветхий Завет, это сделано потому, чтобы кровный родственник погибшего человека не отомстил за кровь своего ближнего. Потому убийца, который совершил убийство без намерения, там так написано, если он не был врагом этому человеку ни вчера, ни третьего дня, но случился несчастный случай при каких-то непредвиденных обстоятельствах, такой человек понимал, что сейчас не разбираются, сейчас все на эмоциях, сейчас болит, сейчас восстановят справедливость и совершают само суд. Такой человек убегал в город-убежище, и власти этого города прятали этого человека, не выдавали родственникам погибшего, но при этом они детально исследовали дело. И если это действительно было преднамеренно убийство, такого человека выдавали для казни. Если это было непреднамеренное убийство, такого человека защищали от самосуда. Поэтому эти города были созданы Богом как раз по причине того, что людям свойственно выносить суд, не разобравшись. Это опасно. Можно сказать, ну неужели недостаточно законодательства, и же закон Божий, он обозначает там жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб. Да, по закону все как бы просто. Тогда зачем нужна судебная система, если все так просто? Почему в книге «Второзаконие» написано, что дело обоих конфликтующих или враждующих сторон должно быть доведено до судей? И кого судьи обвинят, тот заплатит своему ближнему вдвое. Так подождите, это кто представляет последнюю инстанцию? Судьи или законодательство? В нестандартных ситуациях судьи, в нестандартных ситуациях, именно судьи изучали детали отдельного дела и приходили к заключению, что нет, все-таки здесь нужно учитывать обстоятельства, в которых оказался человек. И Господь дал власть судьям при учете обстоятельств выносить определенные решения. Точно так и в Новом Завете написано, например, о церкви. Христос сказал, что Он дал власть служителям и сказал, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что вы развяжете, антайт по-английски, разрешите, то есть развяжете. Слышите, да, по сновку вопроса? Немной же придумано, немной написано, это же Христос говорит, я же цитирую его, что вы развяжете, вы, вы развяжете на земле, то будет развязано на небе. А вы знаете, сколько требуется времени, чтобы развязать нестандартную ситуацию? Это знает только пастора. Три месяца, шесть месяцев, год может уходить, когда ты всех обзваниваешь, когда ты собираешь разные стороны, когда ты собираешь совет церковный, когда ты молишься перед Богом и не знаешь, как поступить, потому что по букве закона просто поступить, но с учетом обстоятельств ты не знаешь, как поступить, а на тебе лежит ответственность перед Богом, и ты можешь развязать ситуацию, а можешь не развязать ситуацию. И потому, когда, скажем, ты развязываешь ситуацию, а люди со стороны говорят, о, пожалуйста, посмотрите, какой он пастор или какая у них церковь, посмотрите, в Библии ясно, черным по белому написано, смотри, они разрешили. Да, они разрешили. И не потому, что мы горды, а потому, что Бог действительно делил полномочия вникать в обстоятельства. И мы будем за это нести ответственность, я прекрасно понимаю. В любой религии люди пробуют разговаривать с Богом. Но рассматривать молитву как обратную связь, как вообще возможность что-то услышать в ответ, это присуще только христианству. Около четырех тысяч раз в Библии в разных формах присутствует выражение «и сказал Бог». Следовательно, Бог говорил, говорит сегодня, а уже наша способность Его слышать, понимать и вступать в диалог, это, наверное, целое искусство, о чем и написан этот курс. Господи, научи нас молиться. Узнать большее Вы можете на платформе forspirit.org Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok